Как начать играть на инструменте, когда он к вам попал? Конечно, сразу хочется большинству обретателей этого инструмента, сразу хочется начать играть что-то очень дивное, красивое, такое расслабляющее. И эти советы будут прежде всего для них, потому что как играть конкретную музыку, но это уже совсем другой урок, и это уже скорее надо брать урок, нежели вот я сейчас просто расскажу. Итак, как начать красиво импровизировать? Сначала мы берем в руки инструмент, зажали все наши 10 отверстий, все. И когда мы, зажав все 10 отверстий, дуем... А, кстати, прежде всего, надо не забывать, что на некоторых инструментах есть боковые резонансно-достроечные отверстия, вот они. И они не участвуют в пальцах, их просто не надо никак закрывать. Пальцевые отверстия, они, вот они все, их 8 сверху и 2 снизу. Вот, и бывают боковые резонансные, которые мы не закрываем. Итак, вернемся к тому, когда мы закрыли все наши отверстия, то у нас в обоих голосах должен быть одинаковый самый нижний базовый тон. В данном случае это нота ре. И они, и ноты между собой не должны вибрировать. Если ноты вибрируют, значит где-то какая-то дырочка не закрыта. Или дыхание неправильно, не соответствует необходимому дыханию этому инструменту. Вот, закрываем все и дуем. Звук должен быть один, никаких резонансов. Если мы не докроем одно отверстие, то получится примерно так. Вот что-то такое. При всех закрытых должен быть один звук в обеих голосах. В обоих голосах. Вот. Чтобы начать играть интересно, для начала нам понадобятся всего лишь вот эти вот наши четыре пальца правой парадон руки. И на них наша гамма выглядит очень просто. Ре, ми, фа, диез, соль, ля. То есть, грубо говоря, доре, ми, фа, соль. Если перевести все это дело в до. И на этих пяти нотах можно уже прекрасно что-то играть. Вот это вот шаг первый. Как начать играть. Дальше. 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 К коньку можно уже подключать оставшиеся ноты нашей гаммы главного голоса. Это на мизинце она нотка си, до диез и ре. Когда вот эти вот наши три пальца все на этих нотах. То есть, тарам, при, парам, парам. При этом предыдущие ноты все должны быть открыты, их отверстия. То есть, гамма будет выглядеть так. То есть, сначала у нас было первые пять нот. Потом мы добавляем еще четыре. И уже в пределах этой гаммы, и не изменяя ничего на компонирующем голосе, там пусть будет всегда тоник, всегда рет. В небе над нами летят облака. Вот. Всегда один звук. И в левом голосе, а в правом у нас уже есть октавы, мы что-то там сочиняем. ?" Музыка". И так можно играть бесконечно. Иногда я сажусь и начинаю играть, потом потихоньку я останавливаюсь и глядя на часы, я понимаю, что играл я более часа. Чего и вам желаю. Дальше. Это был шаг первый. Теперь шаг номер два. Как можно уже импровизировать чуть-чуть интересней. В прошлый раз мы играли от первой ступени, от первой ноты нашей аккории. А теперь мы переходим ко второй ступени. Мы открываем мизинец на правой руке и указательный палец на левом голосе. И как бы это у нас будет наша тоника, наша главная нота. И начинаем играть, опираясь именно на нее. Примерно вот так. То есть указательный палец левой руки у нас всегда открыт, и там гудит наша нотка ми. И мы такие играем, играем. И тут раз, аккомпанемент у нас переходит на тон ниже, в нотку ре. И меняется гармония. И обратно вернулись в нашу первоначальную позицию с ми. И так... И так... Продолжение следует...